Всем привет! Сегодня я хочу приготовить гороховый суп, запечь селёдку в фольге с картошкой и постряпать шаньки. Но прежде я хотела с вами поделиться, рассказать вот о чём. Пришла к нам посылка. Посылка особенная. Пришла гораздо быстрее, чем мы ожидали. Был приятный сюрприз. Не знаю, что с почтой случилось. Она хорошо нынче поработала. И прислали нам вот такую небольшую бандерольку. Это не из Китая. Может уже кто-то слышал видео. Гринвей. Салфетки. Гринвей. И инвольвер диск туда входит. Я уже доставала, посмотрела, что это за тряпочки такие. Сейчас покажу вам. В столу я положу их, чтобы мне было удобно вам показывать. Вот такая. Здесь для мытья посуды салфеточка. Ой, да, вот такая вот для мытья посуды тряпочка идёт. Вот она. Такая вот она. Здесь такая немножко колючая. Такая вот. Она эту похожа. Сейчас скажу. Липучки, когда колючие, вот часть чем-то похожа. А здесь вот такая мягонькая она. Это идёт для мытья посуды зелёного цвета. Вот она. Вот в коробочке видно. По цветам у них всё. Это для стекла. Вот салфетка. Она с одной стороны такая гладенькая, прям чуть ли не атласная. Да и в принципе с другой стороны тоже. С двух сторон она такая гладкая. Не знаю, как она стекло моет. Но она гладкая. А это диск. Инвольвер. Чудо-диск какой-то. Мы его сегодня будем испытывать. Он такой ворсистый. Внутри как будто бы губка. Простая губка, сверху обшитая вот этой вот ворсом. Наша задача сегодня. У меня есть места, которые я хотела бы попробовать. Потому что говорят, это очень хорошие тряпочки. Они там супер-пупер всё отмывают. Отмывают. И мы с вами сегодня вместе. Я их ещё не использовала. Они новые совершенно. Я ни разу такими не пользовалась. Ими без химических каких-то средств пользуются. Просто надо намочить и мыть. И всё отмывает, говорят. Вот. У меня есть места. Я вам покажу, что я хочу отмыть. Вот. Допустим. Вот видите. У нас здесь на стенке. Вот такие вот бывают жирные пятна. Вот здесь. Вот они. Вот ногтём отскабливаются. Вот. Если вы заметили, вот здесь я скаблила, отдирала железной кубкой. Вот тут. Но с железной кубкой оно отмывается весь рисунок. Стирается. Видите, белое всё получается. Никакими средствами я отмыть не могу. Это только вот если каждую штучку ногтём вот так повырять. Не знаю, что делать. И, короче, я вся замучилась уже с этой стеной. И я хочу попробовать это помыть. Вот этим вот диском. Не знаю, как он справится. Нет с этим. Ещё на чайнике у меня, когда стоит рядом сковородки. Сковородки я ставлю порой по две, по три. Когда особенно жарю блины. То есть у меня вот эти вот брызги от масла или от чего. Вот оно всё. Всё в замасленное. И я хочу попробовать. Вот я тоже вот постоянно. Ну, конечно, я железной губкой обычно это всё отдираю, чищу, как это, как раньше в советские времена. Там чистишь так, это кастрюли долго. Вот то же самое я делаю. Но здесь для мытья посуды есть такая тряпочка. И я попробую ей оттереть вот этот вот жир. Попробую, посмотрю, как оно отмывает. Реально они такие вот хорошие тряпочки, которые всё отмывают. Ещё я хотела помыть вот эти полочки. Из стекла на холодильнике. Мы часто ставим сюда баночки с заготовками. Потом вот эти круги появляются. Всё от варенья сладкие. Вот это вот, если банка, да, это контейнеры ставлю с продуктами. Всё закрыто у меня тут. И, ну, вот от банок получаются вот такие вот все это грязности. И я хочу попробовать это всё помыть вот такой тряпкой для стекла. Ещё я хотела показать. Вот на кружках бывает вот такой налёт. Такой страшный. В принципе, вот здесь я вот попила. Один раз, наверное, кофе и два раза чая. И вот именно на этой кружке очень часто появляется вот такой налёт. Я не знаю почему. И я его очищаю обычно, ну, чистящим порошком. Просто там какое-то моющее средство не берёт. Не отмывается. И вот эту вот кружку я хочу попробовать вот этой салфеткой для посуды, которая идёт. Я хочу попробовать помыть. Отмоет ли она её? Или мне всё-таки придётся взять чистящее средство? Ну что, начнём мы с посуды. Помоем кружечку и чайник. Для начала тряпочку надо, салфеточку, правильно сказать, надо намочить и очень хорошо выжать. Я так поняла. Не отмывается. Я не могу отмыть. Я-то обрадовалась. Нет? Я не знаю, что нужно сделать. Может, я неправильно что-то сделала. Но не получается. У меня пока отмыть вот это. Оставим. Теперь возьмём чайник. Да, чайник, оно, слушайте, лучше... Вот этот вот жир, который есть, не весь сразу убирается. Может, это надо было этим диском убирать его. Наверное, это считается как загрязнение запущенное. Но вот так вот отмыть мы тоже не можем. Если пользоваться каждый день, скорее всего, моет прикольно. Ну, по крайней мере, это чуть-чуть помылось, почище стало. Да, почище стал. Не скажу, что прямо вот всё идеально отмыл. Но чайник стал почище. Я обычно железной губкой такое делаю. Если я не буду ополаскивать этой тряпочкой каждый раз, то, я думаю, он у меня будет блестеть. Ну, поехали дальше. Теперь мы приступим вот к этим жирным пятнам. Мы их намочим. Минут через пять вернёмся к ним. Пока они тут отмокают у нас, мы пойдём мыть стекло. Стекло мы тоже салфетку намочили. Отжали хорошо. И начинаем мыть. Сначала вот эту вот верхнюю грязь отмоем. Просто я её так отмою. Говорят, что это не оставляет никаких разводов на стекле. Его мы всё время добиваемся, когда моем окна. Чтобы не было разводов. Тут даже от фольги что-то влипло. Я вам скажу, быстро отмыло. Я не знаю, что будет потом. Но помыла я его быстро. Так, сейчас я ещё раз ополосну тряпочку. И протиру уже по суше, чтобы было. Что-то мне не нравится, что оно сыро очень. Наверное, неправильно. Видите, оно ещё как бы сырое. Но когда оно высохнет, не будет никаких разводов. И оно будет блестеть чисто. А теперь снова моем пятнышки эти. Но отмывает. Я так скажу. Смотрите, что. Отмыло. Довольно-таки недолго. Долго, не долго. Усилий я прилагаю немного. Я вот когда железной губкой прилагала, усилий прилагала больше, чем здесь. Но чище встала. Рисунок не стёрся. Вот что. Самое главное. Я очень переживала за рисунок. Потому что мне не нравится, когда я железной губкой стираю рисунок. Хорошо. Это мне понравилось. Ну вот. Мы сделали небольшую такую уборку. Я вам показала, как действуют вот эти вот все тряпочки. Тари-компания и диск инвалвер. Что мне понравилось? Понравилась мне салфетка для стекла. Она действительно не оставила никаких разводов. То есть протёр и всё. без всяких химических средств, без всяких брызгалок. Я спокойно протёрла стекло. И стекло после того, как оно высохло, никаких разводов, никаких пятен, ничего. Вот прям прозрачное, красивое окно стало. салфетка для посуды. Салфетка для посуды. Что я хочу сказать, для посуды она не сделала того, что я ожидала. Скорее всего, она предназначена для каждодневного таких загрязнений, которые сразу... То есть не застарелый жир, вот этот вот, который накопившийся. Короче, от моей посуды она была в шоке и не справилась с задачей. Диск-инвольвер этот, он оттирает пятна, которые я хотела. То есть на стенке жир, который у меня скопился, это я никак не могла. Я его с трудом убирала. Он справился с задачей. Я довольна и диском, и для стекла. То есть мне понравилось очень. А салфетка для мытья посуды, не знаю. Попробую. Так просто мыть ее, которую вот там попили, поели, сразу помыли и все. Кружку придется все-таки чистящим отмыть. Если вам понравились салфетки индийской компании Greenway, которые работают без всякой химии, вы можете их заказать. Ссылочку мы оставим под видео. Ну а теперь приступим к приготовлению еды. К самому вкусному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова